МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Последствия зимы. Как Саров готовится к паводку. В Сарове может появиться памятник Петру и Февронии. В Сарове прошел муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». Далее расскажем обо всем подробно. За окном все чаще светит солнце. Температура держится в пределах нуля градусов. А снег стремительно тает. Многие уже чувствуют приближение долгожданной весны. Но тепель традиционно влечет за собой и ямы на дорогах города. Мы спросим у саровчан, как они оценивают состояние дорожного асфальта. Очень много. Особенно весна. Вот пока ехал по Ленину. Ямы есть и уже появляются при оттаивании дорог, вот как ныне в сегодняшний день. Их становится все больше. Но пока этим делом никто не занимается, видимо, еще не пора. Да везде немножко есть яма. Ну, с этим надо бороться просто. Ямы есть, но это сезонные. Из-за того, что днем плюс, с ночью минус. Будем надеяться, что все это исправят, как только становится плюсовой температуры. В принципе, удовлетворить. Если сравнивать со всей Россией, то у нас нормальные дороги, но ямы есть. Вот в Аламасово сделали бы неплохо дорогу, конечно. Там ям много. Здесь-то нормально более-менее. Начальник дорожного участка МУДЭП Сергей Быков подтверждает, что ям на дорогах Сарова в этом сезоне открылось много. Такое происходит, когда в трещины асфальта попадает вода, а потом температура на улице резко скачет от плюса к минусу. Рабочие уже начали устранять ямы на дорогах в первую очередь, там, где проходят автобусные маршруты. Потом сотрудники ДЭПа приступят к дорогам второй и третьей очереди. Для работы используют рециклер. В него загружают расплавленный асфальт, которым закрывают ямы. Варим асфальт. Решлогоднего после среза асфальта у нас есть срез. Мы его в битом варим. При выходе где-то температура 180-200 градусов. Эти смеси выходят. А вот снегом потом еще покрывают? Ну, для того, чтобы он быстрее остывал, потому что температура очень большая. На ремонт ям каждый день выходят по две бригады. Но, как сказал начальник дорожного участка, сейчас это всего лишь временная мера, чтобы ямы не разрослись еще больше. В более теплую и стабильную погоду, начиная с апреля, работники ДЭПа будут фрезеровать эти ямы и делать более качественное покрытие. Ямочный ремонт на дорогах города планируют закончить в течение 10 дней. По заявкам жителей, конечно, сами мы объезжаем город каждый день, смотрим, видим. Где, если односторонние движения, машинам нет возможности объехать, то перекрывать будем. Мы сообщаем в этих СМИ, предупреждаем. Оставить свою заявку на ямочный ремонт и задать вопросы можно по телефону 9-93-40. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Этой зимой температура часто колебалась от минуса к плюсу. Выпадали обильные осадки, поэтому снег сильно обводнен. Запас воды в снеге 228 миллиметров, что составляет 202,5 процента о среднем многолетней норме. По словам специалистов, на озере протяжном до перелива осталось всего 10 сантиметров. Для сравнения, в прошлом году это значение составляло полтора метра. Учитывая текущую ситуацию, в городе может сложиться сложная паводковая обстановка. Сейчас доведут информацию о количестве осадков и объемов снеговой нагрузки и водяной нагрузки на территории города, которые на сегодняшний момент складываются. Но она не хотела бы сгущать краски, но не очень хорошая. Особенно касаемо водозапаса в снеге. Потому что видели, какой в этом году зимняя погода была, снег, после этого дождь. Серьезно обводнены снегозапасы. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по подготовке к предстоящему паводку прошло в здании администрации. Представители организации и предприятий города докладывали о готовности к снеготаянию. Специалисты уже начали работу по очистке дорог к водоемам и ливневых канализаций, обследованию дамб и гидротехнических сооружений, наценку их способности к пропуску весеннего паводка. Также до членов садоводческих товариществ доведут информацию о рисках подтопления территорий и правилах поведения в период паводка. Время организации у нас работает, водопродные лотки и трубы, значит, доочищаем. В платной стоянке, значит, мимо забора, когда плотный лоток расчищается сегодня. Аварийный запас песка и лечебня на базе имеется. Имеется, значит, в рабочем состоянии водооткрышная техника, мототронка и лосос. Также создают оперативные и аварийно-спасательные группы, формируют запас сил и средств в случае чрезвычайной ситуации. На решение остался вопрос об уровне сброса реки Сатис и создание запаса на прием талых вод в территории города и близлежащих районов. Управление ГОИЧС напоминает саровчанам, что при активном таянии льда и плюсовой температуре выход на лед опасен. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году с проектом установки освещения инициативная группа заявилась на региональный проект «Вам решать». Этот проект еще был запланирован позапрошлом году. Сделали два проекта освещения детских площадок. Это Негина-16 и Негина-26. Негина-16 уже проект выполнен. Осталось только подключение. Этот проект тоже жители очень просили, потому что нет освещения на детской площадке. Дети гуляют зимой, быстро темнеет, и поэтому приходится им уходить рано домой. Этап лайков и репостов в социальных сетях проект успешно прошел. Теперь инициативе предстоит еще одно непростое испытание – народное голосование. Активность Саровчан определит, получит ли проект региональную субсидию. Уважаемые граждане, жители 22-го микрорайона, я вас очень прошу проголосовать за этот проект, чтобы мы его реализовали в этом году, чтобы наши детки, ваши детки радовались, когда играли и был свет на детской площадке. Депутат Иван Ситников в рамках «Вам решать» заявляет два проекта. Первый – расширение стоянки у дома 2А на улице Победы. Ранее инициатива местных жителей тоже участвовала в «Вам решать», но не прошла отбор. Сегодня проект стал дороже на 300 тысяч. Жители дома по-прежнему остро нуждаются в парковочных местах. Второй проект Ивана Ситникова – благоустройство дворовой территории в районе дома 3 по Северному переулку. Здесь планируют сделать парковку для автомобилей, установить лавочки и малые архитектурные формы. Там, где люди уже создали эти тропинки, там предполагается их замостить. Причем ни одно дерево не пострадает. И между этими тропинками будут и малые архитектурные формы, лавочки, скамеечки, урны, цветники, выбивалки. Ну, современные такие. Значит, предполагается и спортивная площадка. В прошлом году благодаря проекту «Вам решать» в городе реализовали 10 инициативных проектов, в числе которых и новая спортивная площадка в молодежном центре, а также детские игровые площадки во дворах. В этом году губернатор региона Глеб Никитин почти вдвое увеличил финансирование проекта. На реализацию инициатив выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Благоустройство дворовых территорий, ремонт проездов, тротуаров, автомобильных дорог, создание новых пространств. 20 проектов Саровчан участвуют в народном голосовании проекта инициативного бюджетирования. И только вам решать, какие из них получат финансирование. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте вам.голосза.ру На сайте нужно авторизоваться через госуслуги, либо по номеру телефона. Выбрать территорию. Платформа покажет все проекты нашего города. Отдать свой голос можно только за одну инициативу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Рак, заболевания легких и сердца, заражение гепатитом и туберкулезом. Появившиеся несколько лет назад вейпы изначально позиционировались как безвредный аналог обычным сигаретам. Однако на деле оказалось, что они наносят огромный вред здоровью. Согласно исследованиям ученых, каждый раз при использовании электронной сигареты курильщик сокращает жизнь на 9-12 минут. В школах Сарова идет активная профилактическая работа по профилактике зависимости среди подрастающего поколения. А клиническая больница номер 50 помогает педагогам. Развенчать мифы о безвредности вейпов и популяризировать здоровый образ жизни. Цель мероприятий, которые проводят в учебных заведениях города врачи-психиатры-наркологи клинической больницы номер 50. К сожалению, возраст употребляющих электронные сигареты очень помолодел. Даже дети, обучающиеся в первых, третьих, четвертых классах, уже либо пробовали, либо действительно курят электронные сигареты. Поэтому профилактические беседы на эту тему – это один из способов привлечь детей, которые еще достаточно маленькие, чтобы они не начинали употреблять. Мне бы хотелось только, чтобы наша работа была более собрана, концентрирована. Для этой цели нам необходимо работать не только лекциями и разговорами с детьми, но и комплексно с участием психотерапевтов, социальных педагогов, психологов в виде тренинговых занятий. По статистике, в России за пять лет курильщиков электронных сигарет стало почти втрое больше. Наблюдается рост числа 11-17-летних, которые когда-либо пользовались вейпом. В настоящее время 7% подростков – курильщики. Для сравнения, в 2021 году их было 3,3%. И это только начало. Производители подобных устройств готовятся в ближайшую пятилетку довести оборот на своем рынке до 4 миллиардов долларов. Как рассказал Андрей Калинин, подростки, их родители практически не обращаются по поводу лечения зависимости от вейпов. Тревожные звоночки поступают из школ. К нам приходят уже с другими вопросами. Там уже речь не о вейп, там уже о психоактивных веществах другого порядка. Вейп как стартовая позиция для курения других веществ, возможно. Однозначно сказать, что вот раз ты куришь вейп, ты станешь наркоманом, конечно, я так не скажу. Но если ты начинаешь себе позволять употреблять одно, второе, третье, внутреннее твое табу, оно становится не просто мягким, оно становится восприимчивым к любым предложениям. И в такой ситуации отказаться от предложения дилера будет сложнее, согласитесь, чем если ты не употреблял вейп, если ты не куришь. Одна из причин, почему дети тянутся к сигарете или вейпу получить удовольствие. Никотин стимулирует в организме выработку гормона и нейромедиатора дофамина. Человек вновь и вновь испытывает желание повторять действия, которые в прошлом привело к выбросу дофамина. В нашем случае раз за разом тянется к сигаретной пачке или вейпу. Спорт и творчество. То, что приносит удовольствие, прекрасно заменяет любые психоактивные вещества. Эндокринная система спортсмена, например, вырабатывает дофамин, эндорфины, окситоцин, адреналин. Благодаря этому коктейлю улучшается настроение и самочувствие, не говоря уже о пользе для здоровья. Себя надо находить как можно раньше. В каких-то занятиях творческих, чем-то себя увлекать. Это может быть наука, это может быть учеба, это может быть спорт. Все, что угодно, в чем ты будешь достигать каких-то результатов и на этом подниматься. Тихое уединенное место для прогулок и спокойного отдыха или центра активной творческой и спортивной молодежи. Свои концепции благоустройства левого берега реки Сатис горожане представили на проектном семинаре, который Департамент архитектуры и городостроительства провел в молодежном центре. В игре приняли участие семь команд, в состав которых вошли ветераны, лидеры молодежного движения, представители ядерного центра образовательных учреждений, журналисты и волонтеры. Здесь выход к реке. Выход к реке, разумеется, городской пляж, пляжный волейбол здесь будет присутствовать. Недалеко будут располагаться игровые площадки. То есть мы пришли, детишек, туда, сами сюда, развлекаемся, веселимся, играем в стритбол. Также здесь есть, разумеется, прокат спортинвентаря, потому что здесь большое количество спортивных площадок, о которых мы уже упомянули, ну и, конечно же, пляжный футбол. Каждая команда получила генплан территории и стикеры с предполагаемыми вариантами благоустройства набережной, такими как пляж, фотозона, площадки для фитнеса, активных игр, велодорожки и прочее. Свою концепцию нужно было изложить в анкете команды. Обязательный пункт проекта – его название. Сатис-сквер, Неаполь, набережная имени академика Харитона. Предложенные варианты были самыми разными. У нас набережная сама носит название Харитона, Юлия Борисовича. И отдельно у нас такая зона – это сквер ученых. Сказали, мы сначала, кстати, когда рассматривали набережную, мы немножко забыли вот про этот уголок, так сказать. Да, потом обратили на него внимание, подумали, что это будет отличным продолжением зоны, как раз вот это интеллектуальный дом ученых, да, вот этого Этеровского поселка. Территорию для благоустройства выбрали путем голосования. Среди вариантов была городская площадь и лыжная база. 40% голосов саровчане отдали именно набережной. А значит, эта территория сможет преобразиться за счет федерального бюджета. Проект благоустройства представят на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Предложенные командами варианты по функциональному зонированию территории могут войти в конкурсную заявку. Многие идеи сходятся, многие идеи дублируют друг друга. Это значит, что сама территория, в общем-то, подталкивает к таким решениям, и они, наверное, все-таки логичны. Поэтому мы их будем учитывать при проектировании подготовки конкурсной заявки. И надо сказать, что мы конкурсную заявку также широко и обсудим на очных встречах, и тогда уже люди будут высказывать нам свои замечания и предложения к нашим проектам. Напомним, Саров дважды становился победителем конкурса «Малые города и исторические поселения», благодаря чему реконструировали парк имени Зернова и детский парк на улице Сосина. Вопрос стоимости овощей сегодня достаточно актуальный. Например, у одного из крупнейших российских ритейлеров свежие огурцы стоят 209 рублей, морковь – 42 рубля, молодой картофель из Египта – почти 70 рублей. Темпы роста цен на овощи в январе и в Нижегородской области и по всей стране были заметно выше средних показателей. Основной вклад в эту динамику обеспечил рост стоимости огурцов и помидоров. Причин тому несколько. В январе в Нижегородской области, да и в целом в Центральной России, был достаточно длительный период низких температур, в результате чего издержки сельхозпроизводителей на отапливание теплиц существенно выросли. Вторая причина и, наверное, даже более важная – все-таки российский рынок достаточно существенно зависит от поставок огурцов и помидоров с Центральной Азии в период января-февраля. А там как раз в январе тоже были достаточно сильные заморозки, в результате которых большая часть урожая погибла. Из-за этого снизились поставки на российский рынок. На эту ситуацию отреагировали продавцы, повысив цены на овощи. Но, как заверили в Банке России, это временное явление. Например, последние несколько недель наблюдается снижение цен по огурцам. По мере поступления свежей продукции, как от отечественных производителей, так и от зарубежных, стоимость будет падать. Что касается продуктов с достаточно существенным ростом цен, то здесь в первую очередь стоит выделить бананы и цитрусовые. Там просто цен на них был выше, чем в среднем. И произошло это из-за проблем с урожаем в ряде стран основных поставщиков. Там сложилось не совсем благоприятные погодные условия. Что касается товаров, которые росли ниже, чем в среднем, то здесь, наверное, в первую очередь стоит выделить сахар, темп роста цен на которых был более низким, чем наблюдался до этого. Некоторые продукты в январе этого года были дешевле, чем годом ранее. Например, картофель, капуста, морковь. Это произошло благодаря хорошему урожаю 2022 года. Также среди них мясо птицы и свинина. Рекордный урожай зерновых и меры поддержки ограничили рост и сдержек животноводов. Обвод новых производственных мощностей помог нарастить выпуск продукции. Что касается прогноза инфляции, то Банк России обновляет его несколько раз в год. В соответствии с текущим прогнозом, в ближайшие месяцы темп роста цен снизится до 4% и даже ниже в годовом выражении. Произойдет это не за счет того, что динамика в ближайшие месяцы будет достаточно низкой, а произойдет это за счет того, что из расчета годового показателя инфляции будут выходить показатели прошлой весны, когда темпы роста цен в месячном выражении были достаточно высокими. И за счет этого чистотехнические показатели в годовом выражении снизятся. Показатель годовой инфляции по итогам года будет в диапазоне от 5 до 7%, а по итогам 2024 года вернется к 4% и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем. Изучить технологию компьютерного 3D-моделирования в игровом формате, развить навыки инженерного мышления у ребенка легко и просто, считает старший воспитатель 30-го детсада Татьяна Кощеева. Свою педагогическую находку она представила на конкурс профессионального мастерства педагогов детских садов нашего города. Моя педагогическая находка предполагает реализацию образовательной практики развития инженерного мышления. Дошкольников на основе радикального новшества – это использование авторской технологии компьютерного моделирования на этапе создания объекта и реализации данного объекта на технологиях 3D-печати и виртуальной реальности. Первый этап конкурса был заочным. На суд жюри участники представили интернет-портфолио, а также подготовили видеоролик на тему «Я педагог», в котором продемонстрировали профессиональные достижения. В финал вышли три педагога из 30-го, 4-го и 47-го детских садов. Здесь им предстояло презентовать свой самый успешный проект, проявить себя в ток-шоу и провести мастер-класс. «Сегодня мы постараемся разобраться, как же нужно войти в алгоритмику. В своей работе для алгоритмики и программирования я использую «Умную пчелу». «Умная пчела» предназначена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это яркий, красочный, маленький робот, готов увлечь не только детей, но и взрослых». Конкурсные этапы получились яркими, творческими и запоминающимися. Участницы продемонстрировали профессиональный кругозор, коммуникативную культуру, акцентировали внимание на ценностных, развивающих и воспитательных эффектах своего педагогического опыта. По мнению членов жюри, все участницы достойно представили профессию педагога. «Порадовали педагоги в этом году, очень порадовали, показали методически грамотное занятие с детьми, очень много технологий, которыми они владеют, современными педагогическими технологиями. Конечно, это нас не может не радовать. Стиль общения с детьми, знание психологических основ, владение методикой – все это, конечно, нас очень порадовало в этом году». Победителем конкурса стала Татьяна Кощеева. А теперь она будет представлять дошкольное образование Сарова на региональном этапе конкурса профессионального мастерства. Около ста человек в нашем городе сегодня входит в число активистов движения «Волонтеры Победы». Самая главная его задача – сохранение исторической памяти. Волонтеры занимаются помощью ветеранам войны и труда, привозят продукты питания, сопровождают больницу, организуют праздники. Есть еще несколько направлений деятельности. Сопровождение Парады Победы, например. Для Москвы. То есть дети выстраиваются вдоль и пропускаются между ними, идут в колонну, чтобы они не перемешивались. Это помощь, опять же, ветеранам. Возле каждого, мы даже в телевидении видели, и у нас в городе это проводилось. Возле каждого ветерана сидит молодой балансер, он в форме какой-то, и вот он его сопровождает, чтобы дедушке или бабушке было там поудобнее ходить. Это благоустройство мест захоронений. Это очень важная такая акция. Она у нас тоже в городе проводится. Также среди направлений работы движения различные тематические акции. Например, свеча памяти в день начала Великой Отечественной войны или блокадный хлеб. Участие в торжественных митингах в Дни воинской славы России. Также волонтеры Победы из года в год присоединяются к акции «Георгиевская лента». В канун 9 мая добровольцы раздают ленты горожанам, рассказывают о значении этого символа и как правильно его носить. Начало ее с 2005 года, со дня Победы всероссийской, раздаются георгиевские ленточки. Георгиевская ленточка – это лента, у которой два цвета. Волонтеры символизируют мужество и доблесть. Отражают они цвет красного огня и цвет пороха. Сейчас для волонтеров Победы наступает горячая пора. Они начинают подготовку к 9 мая. В Сарове движение работает на базе Центра патриотического воспитания ЦВР. Присоединиться к волонтерам Победы и внести свой вклад в сохранение исторической памяти могут все желающие в возрасте от 14 лет. В Сарове руководителем данного движения является Клюева Еленова Александровна. Поэтому, если вы придете в Клуб здоровья к нам в игротеку, Елена Александровна с удовольствием вам расскажет, как присоединиться, что необходимо сделать и как стать настоящим членом этого общества. Памятники святым Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака, есть во многих городах России. Одна из самых известных скульптур в честь этой пары находится в родном городе супругов Муроме. Ее автор Константин Чернявский. Возможно, в ближайшие годы Константин Радиславович создаст еще один монумент Петру и Февронии, на этот раз в Сарове. Я думаю, все будет плодотворно. Город замечательный, места красивые, которые мы смотрели. Естественно, материал бронза-гранит, это сразу могу сказать. Небольшое представление возникло в процессе нашей беседы. Своей мастерской в Тиши я уже буду разрабатывать более подробно, более детально. С идеей установить в Сарове памятник Петру и Февронии выступил депутат городской думы Александр Тихонов. Его предложения поддержали на разных уровнях и создали рабочую группу. На сегодняшний день есть уже 12 эскизов. Возможно, после визита скульптора появятся и другие варианты. Насчет места тоже пока нет определенности. Мы определили для себя ряд территорий, которые, на наш взгляд, могли бы быть использованы для установки скульптурной композиции. Сделали некие рисовки туда, чтобы визуально представлять, как это выглядит. Мы все эти территории посмотрели, обсудили и круг немножко сузили. Сегодня лидерами являются территории на улице Менделеева, недалеко от храма царственных струстотерпцев и пространство у висячего моста. Но это не означает, что в процессе работы будут прорабатываться только эти две территории. Но сегодня они пока лидируют. Однако, когда в Сырове появится памятник покровителям семьи, пока непонятно. Неизвестен и источник финансирования. Стоимость скульптуры будет зависеть от многих факторов. Для начала место и концепцию памятника власти будут обсуждать с горожанами. Клуб любителей православной книги на базе библиотеки имени Маяковского объединяет людей разных возрастов и профессий. Инициатором его создания стала член литературного объединения «Радуга» Надежда Тарасова. Целью клуба было обсуждение книжных новинок на тему веры. Первое мероприятие клуба состоялось 24 мая 2013 года по обсуждению книги «Несвятые святые». Потом сотрудники библиотеки открыли цикл виртуальных путешествий по монастырям и храмам России. В этом году клуб любителей православной книги отмечает свой юбилей – 10 лет. С 2013 года на всех мероприятиях нашего клуба обязательно присутствует батюшка. Нашим, наверное, духовным наставником является батюшка-протеерей Сергий Скузоваткин. Он отвечает на волнующие членов клуба вопросы, дает какие-то советы, люди приходят, людям это интересно. Особой популярностью не только у участников клуба, но и среди горожан пользуются творческие встречи с представителями духовенства, писателями, историками, презентацией новых православных книг. Такие мероприятия порой собирают полный зал. Первый, кто к нам приехал – это православная писательница Надежда Смирнова. Дальше к нам приезжал биограф Николай II, историк Петр Валентинович Мультатули. Дальше нам просто посчастливилось встречать у себя в библиотеке протеерея Андрея Ткачева. В библиотеке Маяковского также есть сектор духовно-нравственной культуры, в котором можно выбрать книгу не только на духовную тематику, но и по истории религий, этике, искусству, литературоведению. Фонд отдела постоянно пополняется новыми изданиями. 30 марта в Клубе любителей православной книги состоится виртуальное путешествие по Макаревскому монастырю Градецкого района Нижегородской области. А в мае организаторы планируют встречу с писательницей Ириной Богдановой. Азарт, преодоление себя, проверка крепости духа и тела. На стадионе «Авангард» собрались только самые сильные и смелые. Спортивное состязание профсоюзной организации в НИЭФ «Время сильных» прошло в этом году впервые. Каждый этап соревнований организаторы подготовили таким образом, чтобы не только закалить характер участников, но и развить сплоченность команды, умение поддерживать друг друга на пути к общей цели. Наша команда настроена позитивно, думаю, как и все здесь присутствующие. Сегодня раннее утро, нас радует погода, солнышко, все радуются. Пришли сюда, началась регистрация, наградили нас сразу, дали вот такие ленточки прикольные. Мы настроены сегодня, конечно же, на победу. Целую неделю провели в пинтбольном тире, отрабатывали навыки пинтбола. У нас задачи всегда только тройка, но сегодня должны первые быть. После регистрации командам раздали маршрутные карты, по которым они двигались от одного этапа к другому. Всего участников ждали шесть испытаний. Каждая станция носила имя одного из великих людей России. На испытании под названием «Петр Первый» командам предстояло на время разобрать и заново собрать в правильной последовательности большие кубики. На этапе «Иван Подубный» мужчины состязались в силе воли и физической подготовке. Им предстояло наибольшее количество раз поднять гирю. Проходятся они замечательно, все весело, все дружно. Результат узнаем в самом конце. Команда сплоченная, хотя и созданы у нас двух коллективов – «ПЭС» и «Первый завод». Но сплотились, как бы дружно все выступаем. Самое интересное сейчас впереди, вот у нас кубик Никитина. А самое интересное – это гири. Как бы больше народ собирает. Меткость и острый глаз участникам понадобились на станции пинтбольного тира под названием «Калашников». Еще одно из зрелищных испытаний «КамАЗ-мастер» назвали в честь сильнейшей российской команды мирового автоспорта. На этой эстафете участники соревнования «Время сильных» ворочали большое грузовое колесо на время. А на этапе Сергей Лавров внефовцы показали свою смекалку, логику и быстроту реакции. Всего в состязаниях «Время сильных» участвовало 8 команд по 10 человек. Среди участников были и представительницы прекрасного пола. «Мы на помощь! Скорая! Быстрая! Веселая!» Команды формировались необычным образом. Это команда не по подразделениям, это команды, сформированные по направлениям работы. У нас есть команда заводчане, и это команда с двух заводов. У нас есть команда айтишников, у нас есть команда испытателей, команда исследователей. У нас есть команда медиков, но эти люди вообще незаменимы в нашей жизни. И команда охранников у нас тоже есть. Состязание по перетягиванию каната Илья Репин стало завершающим. За этот этап самые сильные команды получили спецприз. Также подарки получили и самые активные болельщики. После состоялась церемония награждения команд победителей спортивного праздника «Время сильных». Продолжение следует...